Мне могут задать такой вопрос. Ну ладно, нельзя сделать длинный импульс, давай повысим напряжение. Возьмем вместо полмиллиона миллион вольт. Вот есть кривые, которые показывают, как на ориентировку молнии влияют эти два разных напряжения. При длительности импульса в 100 микросекунд разницы между их эффектами нет абсолютно никакой. Ну, честно говоря, и эффекта нет, потому что вместо четырех высоты молнии отводов притяжение молнии начнется с высоты 4,5 метра. Незначительный эффект, который ни для кого никакого значения не имеет. Вот на этом фоне теперь и надо смотреть, а какие, собственно, возможности сделать активный молнии отвод. Потому что в лаборатории-то я смогу делать что угодно. Я могу сделать очень длинный импульс очень высокого напряжения. Весь вопрос, как будет выглядеть такая установка и сколько она будет стоить. В лаборатории я могу вполне сформировать импульс в полмиллиона вольт длительностью в 500 микросекунд. Мне это ничего не стоит. Правда, эта установка займет, ну, размер примерно два письменных стола или побольше. Но в активный-то молнии отвод это не засунешь. Нужно иметь малогабаритное устройство. И вот возникает тогда такой вопрос. А каким размером должно удовлетворять вот это управляющее устройство, чтобы его можно было запихать в молнии отвод? Есть ли вообще такая возможность? Я начинаю считать. Самый маленький ток, на который я могу ориентироваться, который питает канал лидера, это ток на уровне половины ампера. Это очень маленький ток. Вот теперь такой ток должен течь в течение 500-600 микросекунд и выплеснуть заряд примерно, ну, 3 десятых мили кулона. Вот чтобы такой заряд запихать в конденсатор при напряжении 500 кВт, нужен конденсатор емкостью в 1000 пикофарад. Вот если я возьму емкость 1000 пикофарад на напряжение 500 кВт, то у меня получится конденсатор очень приличных размеров. И куда этот конденсатор здесь? Вот фотографии тех активных молнии отводов, которые сегодня есть на рынке. Вот этот объем, о котором идет речь, куда все надо запикивать, извините, вот это я не хочу пока показать. Вот сюда этот объем несколько литров всего, и в этот объем ничего такого не запихаешь. Нельзя сюда запихать источник, который при напряжении где-нибудь полмиллиона вольт давал длительность импульса в 500 микросекунд. Места не хватает, категорически не хватает. А что можно запихать? Оказывается, сделать импульс в 500 микросекунд в таком объеме нельзя. Можно сделать импульс, но длительностью не в 500 микросекунд, а примерно в одну микросекунду. И что от этого получится? Субтитры сделал DimaTorzok